Агрессоры молят о помощи у злых сил. Шаманы впервые обращаются в том числе к духу тьмы. И пытаются пробудить души мертвых. По итогу пробуждают только свое безумие. Штурмовые отряды из конькобежцев и биатлонисты на лыжах. Уже агитируют отправлять на убой даже срочников. Прямо под удары нового оружия Украины. Привет, я Андрей Засаднюк. И сегодня итоговый выпуск программы «В тренде». Подобрал для вас самое интересное, что потрясло интернет. А вот что потрясло, так это просто дичайшее варварство. Многие посольства Украины в европейских странах начали получать посылки с... И вот честно, мне просто противно это даже произносить. Вырезанными глазами животных. А вот один из расистских телеграм-каналов. Называется «Зверство и точка». Он даже написал, что берет ответственность на себя. И даже объяснил, зачем убили невинных зверюшек. Подкидывая к хохлядским посольствам глаза животных, мы как бы тоненько намекнули животным, что света у них все равно не будет и глаза им не понадобятся. А хотите посмотреть на автора этих кровожадных строк? Они говорили, ты сошел с ума, это безумие. Опомнись, что ты делаешь. Да уж, похоже, тут реально пора звать санитаров. А теперь вот самое интересное. Смотрите. Видите, да? Это один и тот же человек. Но почему он вырядился как священник? Да потому что им он и был. Это некий Павел Шульженок. В 14-м году русская православная церковь отправила его на Донбасс продвигать русский мир боевикам. Я как солдат армии, которая называется Русская Православная Церковь. А еще этот батюшка в сети прямо хвастался. Искушению зеленым змеем особо не сопротивлялся. Хохол является мутацией русского человека. Это, конечно, не нация, не народ. Я считаю, что Украина – это раковый опухоль на теле русского мира. Его, так сказать, проповеди были столь переполнены ненависти, что в итоге сами же церковники его и выгнали. Да и нынче этот пациент в сети также брызжет желчек украинцам вот прямо со всех сил. Добился даже популярности. Его часто репостят сверхпопулярные ватные ресурсы. Честно, не думаю, что вот ему и правда хватило ума, в прямом смысле, организовать запугивание дипломатов. Скорее решил, так сказать, примазаться к сомнительной славе. Потому что, гляньте, он просто реально больной на голову. Мне говорили, ты выдержишь, ты сильный. Но они не понимали, что на самом деле у меня нет другого выхода. А вот это он сейчас якобы призывает дух своей вымышленной жены. Да что там еще один неадекват? В России уже и на государственном уровне открыто обращаются к темным духам. За последние полвека, может и больше, шаманы впервые обращаются в том числе к духу тьмы. Это шаманский ритуал. Так пытаются призвать черные силы на помощь в войне против Украины. Действительно, а на чью помощь еще можно надеяться? Но помогает не очень. Поэтому вот бурятские шаманы подготовили другое вундерваффе, которое возьмет и защитит солдат от этих всяких бездуховных передовых орудий. Вы только, пожалуйста, не смейтесь сразу. Это, между прочим, реальная, серьезная разработка спецов. Да это же юрта. Ну, то есть переносное жилище кочевиков. Почему юрты? Когда проводится обряд, воины-гуды, они туда приходят. Вот, допустим, хаймарс, мы их химерами называем. Если химера идет, воины-гуны, которые спали, просыпаются. Им нужно место, им нужны юрты. Они видят свой дом, атрибутику всякую и помогают нашим бойцам. Получается, пока одни шаманы призывают темных духов, эти поднимают мертвецов. Но даже это тоже не работает. Захватчики уже полгода как не могут похвастаться ни одним крупным успехом на фронте. Зато такой вот черный шаманизм, похоже, начинает просто сводить их с ума. Вот просто послушайте, почему, оказывается, они никак не могут вслабить отпор украинских войск? И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют. Да, представляете, в тайных биолабораториях выращивают целую армию клонов. Прямо как в «Звездных войнах». Утром такое же количество сразу же привозят. И так каждый день, каждый день. А может, они просто ищут оправдание своему позору? Находили танки, боевые бронемашины, БМП, БТРы. Люки заварены, что сверху, что снизу. То есть делали все для того, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Кстати, почему-то ряды разведчиков ШИЗА косит особо жестко. Вот еще один. Оказывается, ВСУ имеют дополнительный тайный козырь в рукаве. У меня есть товарищ, которого брат служит в разведке ГРУ. И он ему сказал, что есть информация подтвержденная о том, что сейчас вызываются олимпийские сборные и будут проходить подготовку на базе НАТО. Да что за бред, конец концом. Все же знают, на самом деле Украина взращивает боевых гусей и обкалывает комаров с заразой. Вчера ходил в разведку я и увидел то, что они на своих позициях делают трамплин для лыжников. То есть лыжник будет скатываться, взлетать вверх над посадкой и, пролетая над нашими позициями, будет сбрасывать гранаты. Похоже, в российскую армию пора срочно наладить оптовые поставки Галаперидола. Кстати, а еще неплохо было бы направить психиатров к создателям вот этого. Смотрите, это ролик, да вы знаете, впрочем, лучше без комментариев. Они тут реально лишние. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Близь! Прости меня, брат! Эх, и ты меня прости! Да, тут помогут только эскулапы. Ну ладно, это еще просто креатив какого-то там одного глупца. Но вот это уже официальная кремлевская агитка. Это Саша. Он думает, как прокормить семью? Как подарить сыну велосипед? Как оплатить долги по ЖКХ? Так, стоп, погодите. Но ведь Путин же реально поднял Россию с колен. Это же богатая сверхдержава. Что значит, человек в ней не может за коммуналку заплатить? Что значит, не способен ребенка даже велосипедом порадовать? Надеяться на удачу? Действовать рисковыми путями? Ждать, что все однажды изменится? Все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? А вот теперь приготовьтесь услышать бомбический рецепт. Как надежно вырваться из нищеты, да еще и без риска. Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Кстати, вы заметили на видео, он и не мечтал о зарплате в 20 тысяч рублей? Это что, получается, столько зарабатывает солдат на передовой? Не поверите, но оклад обычного стрелка как раз примерно такой же. Да, доплаты за перспективу вернуться домой в черном пакете, конечно, могут быть. Но это по усмотрению командования на месте. Тем более, нынче для расчетов с мобиками в ходу другая валюта. Вот вы знаете, казалось бы, чем еще они могут удивить? С их семьями уже расплачивались и баранами, и дровами, и овощными наборами. Но вот в Якутии просто постарались, знаете, вот на славу. Полюбуйтесь. Ранее здесь помогали тем, у кого нет помощников, ветеранам. Сейчас в списке семьи военнослужащих. Лед, это семьями остались здесь, ребята, которые уехали в Украину. Погодите, это что, лед? Они просто привезут матерям и женам лед? Ну зачем он им? Оказывается, это у них такой якутский аналог водопровода. Потому что в богатейшем ресурсами регионе очень часто не видят даже базовых благ цивилизации. А все благодаря московскому гнету. А тем временем Соловьев начал готовить почву для задействования на передовой срочников. И очень многие из них хотят воевать. У нас же как танковые экипажи готовились до 24 числа? Там два срочника, контрактник. И поэтому, когда сейчас идет речь, хопаньки, а срочников нельзя. Почему? И правда, почему? Ну, наверное, потому что российские родители просто спят и видят, как они в 18 лет бросают свое чадо прямо в жернова войны. Прямо мечтают получить вместо внуков груз-200. Или же до конца жизни выхаживать безногого и беспомощного инвалида. Тем более, что и Соловьев, и Кремлевские шишки своих-то родственничков на фронт посылать не спешат. Вот, например, зять самого Шойгу, Алексей Столяров, похвастался на днях в соцсетях, разъезжает по заграницам. Дубай, это первая наша остановка, хочу вам напомнить. И вот скоро уже объявят посадку на самолет Катманду. Напомню вам, там и находится наша заветная гора Эверест. И такие мысли у меня просто разрывают. Вот так получается. Простые россияне погибают из-за кровавых аппетитов, да еще и раздолбайства кремлевской верхушки. А их родственнички наслаждаются полной жизнью. Кстати, где прячутся и другие близкие топовых чинуш? Об этом расскажем в следующих выпусках. А дабы не пропустить, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и звоните в колокольчик. А тем временем на войне против Украины погибло уже 90 тысяч захватчиков. 90 тысяч. Но Кремлю, видимо, мало. Значит, будет еще больше. Тем более Украина получила улучшенные управляемые ракеты Бримстоун-2. Два, потому что бьют в два раза дальше. Вплоть до 60 километров. Они способны маневрировать сразу после старта, бить точно и неожиданно. А еще Бельгия передала Украине еще и 10 подводных беспилотников. Так что не сладко теперь придется и Черноморскому флоту тоже. Поэтому самое время задуматься. Задуматься о том, стоит ли отдавать своих родных на эту безумную, жестокую и бездарную войну. Которая, кстати, продолжается исключительно ради интересов зажравшихся и сошедших с ума элит. Субтитры создавал DimaTorzok